Сегодня у нас первое семестр заседания межпредмежного семинара Такое вот, малое открытие сезона, малое открытие физики Для нас это не начало года, а середина Потому что для нас главный вошел на переглядном учебе И сегодня Анатолий Геомедович Владом, которого вы все, наверное, знаете Как заведующий в кафедру общей физики Расскажите, что такое физтех, Пилотышкин Ну, я думаю, кто-то из вас захочет с ним немножко поспорить и дискуссировать Ну, не буду слишком задерживать Скажу только, что у нас определена тематика уже следующего заседания Это о происхождении жизни и о физтехе Будет рассказано Владимир Аванесович Абетисову из Института химфизики Кто хочет, тут вот лежит пачка объявлений Можете кому интересует, то ее взять Ну, а я напоминаю, что вообще говорят Кто хочет сдавать этот семинар как курс по выбору И кому-то будет интересен силовичный доклад Потом подходить и заявить о желании Написать в предыдущих реферах Это, конечно, тело моего интерьера Ну, я пускаю, как обычно, список по рядам Так, уважаемые коллеги, дорогие друзья В жизни у вас в физтехе есть две данные Исторические, 25 ноября 1946 года И 21, по-моему, 20 сентября 1951 года Когда были два постановления правительства И Центрального комитета партии Об организации вот того, что мы сейчас называем физтех В 1946 году Ну, может, ты представишь, что это был 1946 год В 1945 только закончилась война И вот был организован физико-технический факультет МГУ Собственно, вот это начало того, что мы сейчас называем физтех Можно там прочитать, как это все написано в постановлении Я этого не буду делать Но смысл такой, что в целях подготовки Вот высококвалифицированных специалистов Области физики, атомного гидра, гидродинамики, радиофизики Физики горения и взрыва Вот было так написано примерно Вот организователь физтехнический факультет Был специальным проектором МГУ по специальным вопросам Академик Христианович, которого мы называли САХ Сокращенно И был декан этого факультета Дмитрий Юрьевич Панов То есть вот этих мы людей еще помним Они здесь были Потом началась всякая там дюретурбация Вот воспоминания нашего бывшего ректора Хотя бы бывших ректоров не бывает И когда Васильевич Карлова там описан этот процесс Когда физтехфак вообще не воспринимался в МГУ Ужас особый прием, особый преподаватель Система образована совершенно другая То есть физтехфак и в целом МГУ не мог вытерпеть этого Потом еще примешивалась сюда еврейская тематика Там была борьба с космополитами и так далее То есть много там чего разыгрывалось И поэтому в 51-м году нависла угроза Что вообще этот физтехфак исчезнет И вот лично Сталин сказал А зачем нам вот поделать факультет возрождать Фактически его уже там убрали Ну давайте создадим новый институт И вот его создали И с тех пор был Московский физико-технический институт Почему вот сейчас это так Я вспоминаю эти далекие годы Потому что сейчас наступил новый этап развития физтеха Потому что надо понимать, что мы сейчас живем в другой стране И поэтому как бы доказывать, что мы не верблюды Приходится уже сейчас Потому что фактически Всегда было у нас очень много противников, оппонентов Которые говорят, зачем такой институт Он портит всю нашу систему и так далее Что он дает Ну единственным, как по нашим аргументам Всегда было качество выпускников То есть физтех, по большому счету Это вот те люди, которые закончили физтех И стали людьми достойными То есть они показывают То есть у них есть какой-то личный вклад Или в науку, или в технологии, или в политику В общем это люди Вот они и собственно и создали то, что мы называем физтех Они создали имидж физтех из-за границы Потому что их там очень много работ Ну вот сейчас, вот почему мы сегодня такую тему выбрали Потому что действительно Вот периодически нам приходилось каждый раз Трезво смотреть на себя И задавать вопрос Кто мы и зачем мы Потому что всегда Ну вот сейчас у нас музык там очень много Там превышает тысячу С учетом Узов много, потому что зачем физтех? По большому счету Зачем нужна такая система Такая вот тяжелая Зачем нужен такой отбор Вот поэтому этот вопрос возникает Значит и вот Собственно современным событием Является то, что мы выиграли конкурс Который называется Конкурс на звание На статус национального исследовательского университета То есть вот с неких пор Мы называемся Национальный исследовательский университет Московский физико-технический институт А в скобках государственный университет Тут все И университет Это чисто юридическое название За этим мало что скрывается Но важно что? Что мы все сейчас в одной шеренке С 14 вузами Ведущими вузами страны А еще там наступает Будет опять конкурс объявлен Еще появится 16 вузов И всего таких вузов Которых будет статус национального исследовательского университета Будет 30 штук Добавляю сюда еще Вот Федеральные университеты Которых будет столько-столько у нас Регионов А их 7, как вы знаете А сейчас есть Московский Московский, Санкт-Петербургский Уральский Будет на Дальнем Востоке То есть мыслится, что вот эти университеты Федеральные Они накроют всю образовательную область В регионе То есть они будут готовить специалистов По широкому спектру Специальности Нужны для вот этого региона Вот МГУ и Ленинградский университет Они получили особый статус Сокращенный, называют УНОК Универсальный Научно-образовательный Уникальный То есть уникальный Научно-образовательный Комплекс МГУ То есть два университета Это вообще особый статус Это как бы два столичных Две столицы в России Вот два столичных Из тех, значит, вот он где-то тут находится По крайней мере, в одной шеренке С довольно приличными вузами И поэтому невольно Здесь задаешь один и тот же вопрос А где же наша уникальность? Где же та сверхзадача Ради которой мы были созданы? А какая сверхзадача была? Я уже называл Что это значит? С одной стороны у нас 46-й год Разваленная страна, разрушенная А с другой стороны Ядерный вызов западных держав То есть речь шла о безопасности Безопасности страны, государства О выживании, говоришь То есть страна только вышла из войны Выбрала тяжелейшую войну Но она опять оказалась в песках опасности И поэтому вот этот режим Чрезвычайщины Чрезвычайный Вон он сидит Сидит в фестете Он как бы как родимое пятно Вот только сейчас Наш институт приобрел Какой-то благообразный вид Это у нас было все У нас как бы Синдром Шарашки Что такое шарашка? Это барак Колючая проволока Охрана И вот ты сидишь работаешь И написано Болтун Находка для шпиона Вот это образ Вот это по крайней мере Я в таком ящике работал У меня почти на столом На весь сел Болтун Находка для шпиона Причем мы К этому относились Не то что болтать нельзя А нужно Не болтать А вкалывать То есть мы изначально Были вот такими Трудоголиками И с техами Он всегда Потому что Все надо было сделать быстро Надо было сделать быстро Надо было сделать быстро Бомбу атомную Термоядерную Надо было ракеты сделать Все это делать То есть все люди работали На пределе человеческих возможностей Вот А потом уже Потому что вот Поэтому на влачных курсах Обращаем Поэтому Все правильно Поэтому А идея в чем? Что надо было сделать Вот как можно готовить Специалистов В те тяжелые времена Значит ясно Что должны быть Специалисты По современной Науке Надо оборудовать А как вот Вот тут Долгопрудные Вы скажем Получили помещение А сюда Надо тащить оборудование Это невозможно Это потеряешь срок И денег таких нет Поэтому Гениальная идея Что надо воспользоваться Вот Теми институтами Почтовыми ящиками Институтами Чтобы на их оборудование Оно у нас достаточно было Хорошее Потому что Сам военно-промышленный комплекс Войну Он был уже развит Достаточно Почему такой Борный Расцвет науки После войны Пошел Потому что Был задел Такой колоссальный Оборудование Всякое Страна Вся была Напряжена Вся направлена На то Чтобы выиграть войну И потом Все силы Были брошены На высокие технологии Которые тогда были Всюду было Там же родилась Родилокация В годы войны А потом После войны Все это Все это уже Пошло в науку Поэтому наука Очень бурно Развивалась После наук После Войны И было Нас пели песню Как я уже забыл Как она называется Маши энтузиасты Валидим Там Страна мечтателей Страна ученых То есть Слово ученый Это был Это был Такой фетиш Государственный Это был человек С высочайшим уважением Вот кто такой Боученый Поэтому А если он еще Закрытый ученый Вот Это вообще Это шарм Это как сейчас Олигарх А если тогда Закрытый То есть Все девочки Любили очень Закрытых ученых Так сейчас Вот те У которых Есть какие-то Финансовые возможности Совсем Вот Была Такая Блока Поэтому Вот Фистех Вот свою Систему Вот получил Вот почему Он долго Так выкарабкавался Вот мы Ремонт Вот сейчас делали Вот он сейчас Приобрел вид Потому что У нас Этой проблемы Не было Кому-то показывать Иностранцев Нам сюда Запрещалось Возить Не было У нас Тут колючая проволока Была Корпус института И мы Мы жили Вот общежитие Было Корпус аудиторный Корпус Это было Общежитие Корпусом Строили только Корпус А Он еще Он еще не был Готов Представьте Этого всего Не было Была охрана Мы опаздывали На лекцию Значит Проходили Через проходную Там очередь Мы опаздываем Поэтому мы Лезли через Проволоку Колючую Нас ловили Генералу Директором Был генерал Петров За то Что нарушал режим Иногда Исключали Но в основном Только пугали Ну такая была Жизнь Такая была Жизнь Сейчас она Совершенно Другой Другой Область Преоблила Но везде Вот это все Вот свою Какую-то Нетривиальность Уникальность Он как бы Потерять Начинает терять И вот этот вопрос Сейчас возникает И в среде Профессорского Преподавательского Состава И в среде Наших баз И вредекторат Мы вот задаем Себе вопрос Что же Кто же мы Таким Что же мы Таким И кто мы Кто мы Зачем мы Нужны Я вот считаю Вот выступал С такими словами На недавнем Собрании Всего Преподавательского Состава Института Что на самом деле Вот вопросы Безопасности Страны Они и сейчас Стоят Еще не менее Остро О какой Безопасности Дерриевич Прежде всего Энергетическая Безопасность Продовольственная Безопасность Формологическая Безопасность Экологическая Безопасность Наконец Образовательная Безопасность Существует Потому что Мы на самом деле Вот наши Реформы Образования На самом деле Это разрушение Образования То есть фактически Мы ничего Не создаем Мы Вот Преподаватели Школы Вузов Они в основном Работают Вопреки То есть у них Такой консерватизм Старой Закалки Что вот они Мало подвержены Этим всем влияниям Которые сейчас Проходят Но тем не менее Такое разрушение Потихонечку идет И это проблема И вот здесь То фистех Может сыграть свою роль То есть он Как раз Вот сейчас В эти вот Самые национальные Университеты Входит 14 вузов Ну в том числе МИФИ Наш собрат Он всегда Всегда путает Там сверпло МФТИ МИФИ Это как правило Министерство Очень всегда считает А МИФИ МФТИ А на самом деле Есть принципиальное Различие Между этими Институтами МИФИ Имеет четкую Четкое поле деятельности Сферу деятельности Это атомные электростанции И ядерное оружие Это вот для страны Вот так надо Вот так Значит у них есть Вот у них сейчас задача Все филиалы объединить Там в Сарове Там в Неснежинске В Троицке Все уже распавшиеся Такие То есть там Там есть предприятие И там готовят специалисты У них задача вот такая Ясная по правилам Хотя не менее трудная В основном трудность состоит в том Чтобы набрать талантливых ребят Потому что слово ядерное Напугает современного Молодого человека Тем более оружие Там у них другая проблема А у нас ведь поле Всегда было очень широкое И поэтому фактически Мы перекрываем вот эти все То что я назвал Мы наши выпускники Работают во всех этих технологиях То есть я считаю Что для нас Для нас основным является На мой взгляд Это вот системные проблемы технологий В широком смысле этого слова То есть химические технологии Физические, биологические Политические, геополитические Финансовые технологии Все это должно быть сферой деятельности Вот Фистех Он должен готовить кадры Высочайшей квалификации Чтобы здесь играть На мировой арене Вот в эту игру То есть защищать просто свою страну Потому что все это Все это грозит Все сейчас затмилось Естественно кризисом Финансо-экономическим Но кризис-то наверное пройдет А эти проблемы Они выползли А мы по существу Находимся в тех же условиях Что и в 1946 году Потому что Вот по оценкам Был у нас Примаков Премьера Министр Он и сейчас занимает Витми пост Академии Он написал книжку Где приводит цифры Что наши потери Вот за годы перестройки Два раза превышают Потери в Великой Отечественной войне То есть у нас состояние Вот именно такой поверженная держава Поверженная держава Я вот читал там Зарубежную литературу Там есть даже такой термин Про нас брошен Это рычащая ложь Такой наглости Еще никогда не было Нас называли То есть мы вроде бы рычим У нас там еще есть Оружие какое-то Мы чего-то карпорим Самому у нас уже ничего нет Ничего нет Поэтому вот собственно Есть такой журнал Потенциал Где такая заметка Есть небольшая В этом журнале Что такое фистет Примерно Как я себе мыслю Что такое фистет В чем его как бы Фишка Как говорят студенты В чем фишка Ну что мы можем Мы можем Отбирать Наиболее талантливую молодежь В России И даже только России Петр Ильич Капица Когда-то так Поступал и говорил Что у нас перед американцами Большое преимущество Потому что наша молодежь Самая талантливая молодежь Идет в науку А в американцев Самая талантливая молодежь Идет в бизнес Поэтому у нас есть Такой фантастический резерв Мы должны это использовать Так оно и было Но сейчас талантливая молодежь Идет в науку А даже одни Поэтому есть Эта проблема есть И более того Есть и демографическая проблема У нас Многие вузы в этом году Не добрали просто Не добрали И поэтому Значит финансирование Сокращается А частные вузы Вообще Многие Просто не могут Добрать Так колоссально То есть Сейчас спрос На абитуриента Потому что Мест вузов Больше Чем выпускников Школы А выпускников Школы Сейчас ориентируют Так что Школа Самодостаточная Она не готовит Учеников Поступления в вуз Она готовит Жизни какой-то Поэтому там Совсем То есть Мы получаем Совершенно Неподготовленных Абитуриентов Мы еще Как-то справляемся Но у нас В этом году Уже была проблема Колоссальная Потому что Когда мы провели Контрольную работу По физике Математике Мы увидели Что вот Со многими Надо просто Работать дополнительно Поэтому У нас Какое В чем Спасение Наше Я могу Как бы С полной ответственностью Сказать Что наши Первокурсники Все Желают Учиться Это Это же Это уже Сейчас Большое достижение То есть Я считаю Что все наши Первокурсники Учатся С блестящими глазами А если Человек хочет Учиться То его Можно научить Даже если Он не подготовлен А вот если Он не хочет Тогда уже Катастрофа Но у нас Происходит так Что на втором курсе Блест в глазах Уже пропадает Начинает Пропадать А на третьем курсе Он уже Отсутствует А когда он Ведет в базу Он уже Совсем потерял Блест в глазах И его там уже Куда угодно Могут Свернуть И поэтому Вот как бы Вот это Наше первое достижение Первая наша Преференция Или как бы Наш Наш резерв Основной Это вот Качество Абитуриента Он тоже под угрозой Что здесь надо Очень много Еще Еще Если другие Уже потеряли Мы еще Не все потеряли Второе Второе Это вот Фундаментальная Подготовка Которой Нет нигде Такой И наконец Вот Наличие Наличие баз Это наша Система Фестер Она ведь Родилась Из-за того Что это Самый дешевый Способ Подготовки Квалифицированных Специалистов В эти Вроде Времена Сейчас он Сейчас база Некоторые Они очень хорошо Выглядят Им с ним Надо подниматься И тут масса вопросов Тут масса вопросов И основной вопрос Доказать Доказать Что Мы Нужны Государству Потому что Востребованность Государству Это неотъемлемое Качество Фестерта По определению Если он Не нужен Государству То Фестер Не нужен Другие Вузы Справляются Справиться Со всеми Задачами Которые Возникают В нашей Экономике Далеко Не Инновационные Поэтому Тут еще Один вопрос Возникает Как это все Делать И поэтому Да Ну Еще одно Важное Качество Тоже неотъемлемое Которого Ни у кого Нет Оно возникает Когда Я хочу Спросить Вас Мы Что Классический Университет Или Технический Университет Мой ответ Что мы Ни то Ни другое Мы На самом деле Нечто другое Уникальное Неповторимое Нам приписывают Сейчас И национальный Университет И классический Университет И все Что угодно Но мы У нас есть Черты И того И другого Но мы Нечто другое Созданное Некое Новое Национальное Настояние И он Создавался Как Когда До войны Еще академики Писали Сталину Что Нужен Нового Типа Нужен Потому что Мы Как бы Можем Отстать Сильно В технологическом Развитии А идея Стала Возможна Только Когда Она Назрела Суда Когда Война Поэтому У нас Есть Еще Одно Качество Где Вот Высокие Технологии Чудовищным Образом Как-то Переплетены То есть У нас Есть Скажем И медицина Там И Инфотелекомоционные И Космические Технологии Биологические У нас Широкий Спектр Причем Эти люди Вот Которые Представляют Эти направления Науки И технологии Они Вне Фистех Они Пересекаются Они Там Своими Делами Занимаются А только Вот На этой Площадке Они Пересекаются Это Колоссальное Качество Колоссальный Атрибут Фистеха Который Мы Сейчас Только Задумаемся Как Это Использовать То есть Фистех Имеет Колоссальный Потенциал Интеграционный То есть Если Вы То есть Мы По существу Можем Решать Задачи Таких Системных Проблем Технологии То есть Не конкретные Технологии А вот Как-то Не все Выглядывать Если вы Создадите Какую-то Одну Конкурентоспособную Технологию То вы Страну Не вытащите Не вытащите В другую Деревую Державу Вы можете Там где-то Побороться На мировой Арене С кем-то Выиграть Конкурс По вашей Технологии На страну Вы не Не Помните А задача Изначально Была Ведь такая Защитить Обеспечить Безопасность Страны Вот главное Вот я Собственно И митингую По этому Поводу Что Вот Мы пока Правительству Это не Донесли Мы пока Донесли Правительству То Что Мы можем Набирать Хороших Хороших Студентов У нас Очень высокий Кадровый Потенциал И у нас Система Образования Вот такая Фундаментальная То есть Нам перейти Вот на эту Систему Бакалавр Магистр Ничего Не составляло Никакого Труда Потому что По самой Идеи У нас Младшие Курсы Были Бакалавры По существу И поэтому Вот Вот собственно Как я Смотрю На фисте А теперь Вот Уже Ко структуре Учебного Плана Значит У нас Как У нас Читается Ну тут Тут уже Начинаются Какие-то Игры Вот Игры Первая Первая Такая Игра Начинается Вот Первая Кафедра Это кто Физика Или математика Физики И математики Достаточно Умные Люди И никогда Вот В эту игру Не вступают Потому что Это кто-то Там Значит По какому Принципу По алфавиту Их располагают Или как Вот Высшая математика Там Раз В Она Буква В Значит Она должна Быть Раньше Вызываться Да Ну и так Дали Вот На одном Собрании По-моему Выпускников Нашего Института Значит Про лектора Глухова Предоставляла Мне слово И сказала А теперь Слово Имеет Вторая Позначенность Кафедра Кафедра Физики Ну Моя реакция Какая была Я вышел На трибун И сказал Ничего себе Вторая Позначенность По крайней мере Равная Это вызвало Бурные Аплодисменты Выпускников Ну Она Человек Новый Как бы Про лектора Она уже Перестала После этого Говорить Но есть Формальное Расположение Вот Наш Вектор Он порасполагает По кафедре По Числу часов В учебном плане Ну Сколько часов В математике Больше Больше Часов А если Добавить Добавить Сюда еще Терммеханику Там Вычислительную Математику То у нас Институт Сугубо Математический По большому счету И это Как бы Это как бы Читается Ну В общем Хотя Вот Петр Леонидович Капица Который был По основанию Тех Один из отцов Он вообще считал Что ему Физтеоретикам Нужен только Один вандал А все это Это лишние люди И поэтому Они все Организовали Отдельный институт Черногоровки Синферфизики Имени вандал То есть На самом деле У нас Одно время Одно время В институте Был поднят вопрос Причем Генералом Петровым И был Проектор Манай Вопрос Об экспериментальной Подготовке Физтех Это нужные люди Они были Очень нужны Когда Когда Скажем Вот Например у нас Факуи ФАЛ Сначала Вот они Два факультета Не первые Там математики Изначально Играли колоссальную роль Там Келдыш Вот наши Все Лаврентьев Вся авиация Кто поднимал Там То есть Там Выпускники Мехмата Занялись Конкретным делом И показали Что это нужно И Собственно Одна из Идеи Вот всех Этих Жуковчан Была такая Что Вот той Математики Которая Преподается В технических Вузах Для вот Такой Высокотехнологической Промышленности Как авиация Тем более Космос Не хватает И это правда Поэтому Математика Была Изначально Достаточно А потом Ведь поняли Что Математика Это инструмент Там не хватает Физических Исследований Неизвестно Что там Вокруг Самолета Происходит Что надо Исследовать И появился Факультет Аэрофизики И космических Исследований Где уже За основу Бралась Физические Исследования Там появилась Физическая Механика Это была Это была Идеология Это заставили Людей Понять Что Ты получаешь Сведения Об окружающем Мире Сначала Экспериментально Потом Осмысливаешь Потом Опять Возвращается То есть Такая Была Эволюция Поэтому Сначала Ведь Не было Фаута Потому что Вот сейчас Хрущев Уничтожал Эти самые Подлодки И самолеты Они не строили Потому что Молу У нас Сейчас Эти ракеты Баллистические Мы С штатов Достанем То есть Была Эта Позиция Значит Авиация Вот Абат Угроз Я помню Вот Вместитель Директора ЦААГи Декан Фаута Вот Они Собственно Создали Факультет В Жуковском Чтобы Спасти Авиацию А сейчас Они На большем Коне По По Постребованности Чем Скажем Ракеты Но это Просто Я говорю К тому Что Эволюция Такая Сначала Было Видно Что Подготовка Инженеров Недостаточная По математике Та Которая Есть А подготовка По физике Они Вроде бы Не понимали А потом Поняли Что И по физике Ты не можешь Эксперимент На компьютере Вычислительный Эксперимент И вычислительный Заменить Натурным Эксперимент Хотя Вот сейчас Скажем В том же Сарове Там колоссальный Центр Вычислительной Математики То есть Колоссальный Центр Он превосходит Наш Он фактически Моделирует Все испытания Ядерного Оружия Оно запрещено Но там же На основе Массов Тех самых Физических Натурных Из питания Накопился Банки А не какие-то Все равно Он мне какую-то Физику Проводит Вот То есть Вот А сейчас Вот А сейчас Отношение К физике Такое Что Ну Не нужна Она Не нужна Это странно Довольно Странно Первое Было Мнение Что У нас Стихи Слишком Много Физики Вот Ну И вот Так Далее Поэтому Сейчас Происходит Некая Перестройка Учебного Плана Она такая Болезненная Но она Видимо Необходима Вот у меня Есть в кабинете В компьютере Лекции В MIT Ну Просто Можно прийти Послушать Как вот Читается По физике Во-первых Они За сесть В семестр Сдают Три экзамена Три экзамена Восемь лекций Прошло Экзамен Девятая лекция Он уже делает Обзор Что надо Сдавать Потом Опять Потом Если наши Страны Посмотрят То это Другой уровень Это как будто Это школа Повышенного Типа Но зато Масса Демонстраций Как-то Довольно Так Ну И То есть По большому счету Вот Уровень Не наш Вроде бы А вот По методике Преподавания Нам учиться Надо у них Потому что У них Вот этот вопрос Доступности Видимо Он стоит Больше Чем у нас То есть Если так Образно Сказать То вот У нас Планка Требования Вот такая А у них Вот такая Американский Студент Переступает Планку А наш Идет Под планкой Одинаково Не знаю Ни тот Ни другой Вот как В чем правда Потому что Я общался С американскими Одинаково У нас бывают Выдающиеся Ребята То есть То что мы Действительно Загнули Такое Это правда Это правда Причем За последние годы Все дисциплины Усложнились Все А студент Что делает Студент Ищет Как выжить В этой штану И поэтому Получаются Очень хорошие Менеджеры Вот у нас А вот Это действительно Очень тяжело Учиться Но если Действительно Честно Сядешь Работать То не выдержишь Это все Будешь сам делать Можно проверить На себе Начинается Вот этот Поиск Как бы Прожитие Который Там Что-то Учат Туда Не ходи Конечно Это Неправильно Но неправильно Но в чем Тут опасность Ломать Легче Чем Реформируй Легче Понимаете Разрушив Ничего Очень легко Это все Сейчас Вот это Уничтожить Поэтому Мой призыв Здесь просто Надо быть Очень аккуратным В этой игре Очень аккуратным Потому что Всегда мы боялись Чего Я вот скажем Ну готов сократить Там физику Но я должен быть Уверен Что Иностранный язык Не увеличит Нагрузку В эти же дни И другое Потому что Каждый же думает А так оно и было Почему Почему у нас 40 минут Урок Час академический Почему 40 минут Потому что Это как раз Вот Абманаева идет Он боролся Боролся за разгрузку А никто не может Никто не разоружается То есть Как и в мире Всякое Разоружение Это новый Виток Гонки вооружения Вот заметьте Всякое историческое Оно вот Происходило И поэтому вот Боролись за разгрузку А получилось больше Нагрузка Мы же каждый А потом Тут же еще Мы же такие умники Вот скажем Сократите Сократите вот На физику На там До 2 часа Но я же вам Прочту все то же Что я был раньше За оставшиеся У нас Филипс Рубимович Готмахев Читал Матанализ И И вот Дополнение к Матанализу Были там Вариационные Исчисления То есть Глава называется А чего он Исчисления Он говорил Так Он выступал Он говорил Что вот Курен Прочитал Вариационные Исчисления За одну лекцию Я говорит Не могу за одну Я вам за 3 Эти лекции Прочитаю Ну вот Вариационные Исчисления За 3 функции За 3 лекции Когда ты Слушаешь Удовольствие Получаешь Разумный человек Умница Читает Все понял Но ты же Задачи решал То есть У тебя ничего В голове не осталось Вышел Ушел То есть Вот это и есть То что У нас происходит То есть Мастерство Педагогическое Выросло До такой степени Что ты можешь Изложить Тем более Чем выше Твоя квалификация Тем Короче Ты можешь Изложить А это Не укусишь Не укусишь Это вот Как Нам говорили Марксизм И Денисм Это 3 составные части Картин Грани Ничего Оттуда Не выходит И вот Вот это У нас происходит То есть Вот Вот эта проблема Не решится Таким административным путем Но не решится Потому что Вы имеете дело С очень образованным Сообществом Педагогов И специалистов Они всегда найдут Способ Как Как вас Загрузить Еще больше И Вот я Собственно Вот Моя Последняя Боль Состоит в том Что Как бы Это не Произошло В мои Как бы Годы Жизни Что Как Я Вот Это И И Лучное Мое Последие Как бы Не завершилась Моя Деятельностная Поприще Заведующего Картин Таким Ну Я Вижу Что Действительно Все Нуждается Вот В Такой Гармоничном Развитии То есть Вот Каким-то Образом Нам Надо Выйти Из Чрезвычайщины Хотя То есть У нас Нам Не надо Бомбу Создавать Там Завтра У нас Еще Кризис Тут Мы Еще Можем Раскачиваться Но То есть Вот Если Нас Сравнить С физфаком У них Совсем Другая Нагрузка Они уже Свободны Там Во второй Половине Дня Там И так Далее И так Далее Но Не все То Что мы Изучаем На Два Три Курса Они растягивают На Все Но Они Также Жалуются Что Они Сейчас Мне Говорят Что 80% Студентов Поступивших На Фисфак Уходят Из Физики Не Войдя В Нее То есть Уходят Вот По существу В Широкий Спектр В основном Связанный С информатикой И так Далее А те 20 Конечно Находят Место Где-то За рубежом Потому Что Невостребованность Физики В нашем Общественном Существует Потому Что Нету Нету Промышленности Инноваций Только Попробуем И Вот Это Сейчас Главное Главное Как Как Физтех Сейчас Физтех Строится Сейчас Как бы По современному Потому Что У нас Всего Теперь Три Приоритетных Научных Направлений Всего Три Факультета Действия То есть Мы уже Смотрим По современному Так Интеграционно Включаем Факультеты В одну Как бы Линию Более того Вот Созданы Эти Консорциумы То есть Нам надо Чтобы Были Заказы То есть Какие-то Фирмы Объединяются Как-то Помогают Таким Образом То есть Стимулировать Вот Востребованность В технологии Потому что Вот Здесь у нас И здесь у нас Как бы Ну в общем Нам Но мы тут Уже проиграли Надо сказать Я Я был На дне Российской науки Такой день Есть у нас Во Фрязино Фрязино Это наука Град Вот как-то Я там Одно время Работал Хорошо Знаешь Было просто Интересно Что там Произошло Ну я Не буду детали Рассказывать Ну там Что эти любопытные Там Фойе клуба Почтового ящика Который теперь Называется ЦКД Факел Что расшифровывается Центр культуры Досуга Вот это мы Очень любим И вот выставка Вот работ Всех предприятий Московской области А Московская область Это в основном Военно-промышленный Комплекс Бывший Вот она Вывешена Вот так И вот я смотрю То предприятие Где работа Она называется Федеральные Государственные Унитарные Предприятия Исток А выставлено Все что было При советской власти Все что там Моя работа Там видно Достижения И портреты Всех которые уже умерли Ничего современного нет И все так Кроме одного Коломенского Предприятия А там Выпускают Дизели Какие-то современные А так вот Название современное А все что было Катюша Ц-34 То есть ВПК Отсутствует То есть это Не день российской науки А это похорон Советской науки Ну а дальше Все с бомбами Награждают Грамоты Укручают Да там Молодых там вообще нету В принципе То есть там вот В лучшем случае Один Черноголовка Выставила Стенд Называется 90 лет Исак Марковичу Халатникову 90 лет В его военной форме Он прошел Исак Маркович Давно Работает За границей Правда Считается Президентом Института Терфизики Именно вандалов Ну вот Нечего Нечего показывать Нечего показывать Или просто Да Все же с большой помпой Автоматчики Охраняют Там проверяют Машин много наехал Праздник Праздник Вот я Единственное Я думаю Ну как же так Как же так Зачем же вы это устраиваете Почему же вы не можете Там Единственный Разумный Разумный ответ Который я нашел По прошествии Несколько дней Я думаю Вот если там был Представитель посольства Американского То это правильная операция Надо показать Вот вы хотели бы Все уничтожить А все Что есть Скрыли Вот это Лучшая Лучшая моя Экспритация Потому что Вот то что делает Исток Вот это Я знаю Что он делает Он берет Те локационные станции Которые мы продавали В Сирию Там В Индии Вот в эти страны Восточные Мы же много оружия продавали А сейчас Мы получаем обратно Там блоки Некоторые Вот дергиваем Вынимаем оттуда Катодный узел Вставляем новый И получаем деньги Это называется Регенерация Потому что Это обороны Не стоят дорого Вот на чем Он живет Этот институт То есть То же самое Берем цаги Вот какие-то То есть Все Вот таким вот То есть У нас Политика Какая Сейчас Как бы Покупать Новые технологии На Западе И вот как-то Их сюда Внедрять Но на мой взгляд Этот номер Не пройдет Потому что Это все равно Как и на стареющие Организмы Транспортировать Органы Какие-то Они не приживаются То есть Это В нашу экономику Не влезает Это все Поэтому Путь должен был Быть Китайским То есть Мы не должны были Так идти Но Теперь разводить руками Как вы понимаете Бесполезно Теперь Вот вы молодые Вот Мы уходящая натура Мы вот Как бы Вот мы должны Эту проблему решать Потому что Речь идет О безопасности Государства Безопасности страны И так далее И вот Вот почему Возник вот этот Вот этот вопрос Теперь вот Немножко Про этот журнал Я вот Миша Вам Вы подарите Кому считаете Нужен Самым лучшим Самым лучшим Значит Вот мы Создали Такой Физтех Родил Журнал Потенциал Причем Пять лет назад Примерно Болготенштейн Как раз Мы вот Вот в этот год Создали Такой журнал Сейчас Этот журнал Он адресован Учителям И старшеклассникам Он стал Всероссийским Значит За эти годы Он стал Более доступным В широкой публике Многим он известен Какая далеко не всем И он конечно Вот Вот эта вот Физечка Которую я Представляю Она есть Собрание всех Моих вот Статей Которые были Они вроде Передовицкого Салонка-редактора Приходилось писать Каждый месяц И поэтому На одну-дву страничку Написать Очень тяжело Это то же самое Что вот Одного профессора Спросили Вот Вот если вы будете читать Лекцию Сколько вам надо Он говорит Если вот Сейчас То два часа А если вот Вам сорок минут Дать Сорок минут Мне надо готовиться А сколько Мне надо готовиться Ну Месяц примерно Потому что Вопрос Вопрос Во времени Потому что Написать Коротко Очень тяжело И потом Всякий раз Ну когда Я вот Все уже Вместе Посмотрел То мне нравится Потому что Здесь появляется Уже человек Какой-то Потому что Обычно Ведь как говорят Что вот Режиссер Снимает Много Фильм Например Никита Михалков А на самом деле Он снимает Один фильм Один Это правда Это как раз Они сами говорят Любой режиссер Любой художник Смотря на что он рисует Он Одновременно И тут тоже На самом деле Тут все мое Мировоззрение На Мой взгляд На Образование То что мы сейчас Говорим о физлике Там тоже Немного Мы касались Всего что Актуально Что актуально Причем оно актуально И для Учителя И для школьника И для преподавателя Вуза Потому что Вот система Образования Она тоже Находится В опасной зоне В опасной зоне Все это видят Все же видят Вот скажем Берем это ЕГЭ Злополученное ЕГЭ Ведь Единая государственная Аттестация Это ведь Это хорошо По большому счету Подумайте Вот страна Проводит Единую Аттестацию Она хочет Понять Что же У нее есть Но если бы Она после этого Делала выводы Какие выводы Ну например В этом году В Москве Чтобы получить Удовлетворительную оценку Надо было решить 17 задач Из 25 Уровня А Где надо Ищет Вперед Ответы Выбрать Уровень В Можно не решать А С В общем Все Нам Всего Если ты Подведешь Итоги Тогда надо Делать выводы Что значит Физика Преподается Плохо Почему Пойдем Пойдем в школу Нету кабинета Почему Этого нету Нету Учителей Вот Выводы То Какие Надо Будут Делать А выводы А тебе Вот Делать Простой Что Вот эти Можешь Принимать В УЗ Или Можешь Не Принимать Это Совсем Другое Тут Я Вот Выдержку Статьи Обамы Тоже Написал Он Митингует На Эти же Самые Проблемы Потому Что Сейчас Ведь как Проходит Сейчас Вопрос Какой Возникает В школе Ставин Школа Знаний Или Школа Вопрос Вот Если Вы Возьмете Педагогическую Литературу Томусируется Этот вопрос Школа Знаний Или Школа Компетенции Что Под этим Подозревается Ну Подозревается Что Вот Раньше Была У нас Формула Какая Знания Навыки Умения А Сейчас Переворачиваем Что На первом Месте Умения Навыки Знания И Говорят Что Вот Американцы Американцы Ну Вот Школа Компетенции В Америке В Соединенных Штатах Было Четыре Четыре Реформы За вот эти Последние Послевоенные Годы Четыре Реформы Образования Всего Первая Началась Когда мы Запустили Спутник В 57 Году В 57 Году Это был Шок Для американцев Потому что Они думали Что у них Спутник Болитин А свой Они запустили Только в следующем Году Это и кто Меньшего Размера То есть Это Потом Началась Вот это Великое Десятилетие В космосе И так далее Но это Продолжалось Очень недолго Уже в Семьдесят В 63 Году У них Началась Борьба За права В основном За права Темнокожих Мартин Лютер Кинг И вот Эту реформу Которую Они начали Что они Советскую Политехнизацию В школы Вводили В вузах Значит у них Физика Математика Там и так далее Что мол Вот этим Неграм В Америке Это слово Нельзя Произносить Афроамериканцам А по-простому Обама называет Что Дети из бедных Районов Там Фемнокожих Афроамериканских Могут Дискриминация Они не могут Это освоить Вот такая была Тенденция Вот они не могут У нас У нас У нас Такая была реформа Отбавли Уровень Школы Вот дети Наши Не могут Началось Вот это Сократили Число предметов До трех Там Математика Язык Социальные Науки Там Алгебра Занималась 31% В школе 16% То есть сократили Учебный план Потом через Некое время Опять Комиссия По образованию Пишет Доклад Президенту Что Нация в опасности Опять Начинается Вернулись Там Увеличили Потом Третий раз Вот сейчас В 2000 Году Опять Пока еще Не поздно Опять Документ Говорит Что Вот Промышленность Американская Рабочие места Требует Такую Комплификацию Которая Обладает 20% Только Выпускников Школы То есть Они У них Как говорится У них Вообще Идеология Такая Алермистская То есть Алям Тревога Они панику Не делают Но всегда говорят Вот А нация опасности Там и так далее И так далее И они сейчас Обращены Теперь уже Не в Советский Союз Не в Россию Где на образование Как бы вот так Смотрят Хотя говорят На эту тему Много Обращаются В Японию И цитируют В основном Японию В Японии Нету никакой Элективности Все школы Одинаковые За небольшим числом Высшее образование Для всех Обязательно Но Высшее Общее Образование Конечно Когда я здесь Поднимал вопрос На первом этапе Когда началась Перестройка Что нам надо Вот такое Высшее Общее образование Имея ввиду Фундаментальность Мне говорят Наша страна Бедная Мы не можем Мы можем только Высшее Профессиональное Образование Вот Значит Японцы Например Не оставляют На Второй год А вытягивают Человека Считается Что главное Это не талант А умение Трудиться Успех Это в труде А в Америке Там Идет все По бору По таланту Там и так далее И так далее Там Домой Задания не задают В отличие В Японии И так далее Поэтому Вот школа знаний Школа знаний Она была И в царстве России И в Советском Союзе И в нынешней Германии И в Японии То есть Где-то школа компетенции А ее фактически нету Только разговор Но тем не менее Вот скажем Мы представляли Свой журнал В Белгороде Там есть губернатор Савченко Такой считается Передовым человеком И лидером Инновационной экономики Край очень богатый Белгородчина Там вот Чернозем вот такой Природное Вот Природное богатство Полно Поэтому У них есть вот программа Там Дети Белгородчины То есть Они занимаются Они стараются Своих детей Не выпускать В Москву Ленинград Вот Мы когда приезжаем ФИСТЕК Он же пытается найти И МГУ Также приезжает Там у них политика Ну В исключительных случаях Отпускать А в целом Чтобы работали Эти дети На Вот на экономику Края Он о чем придумал Он в одной школе Придумал Что вот Школа должна готовить Какую-то школу Посетил И должна готовить Водителей Автомобилей Ну мальчиков На фурах А девочки На простых автомобилях То есть Вот компетенция Значит Все перестроили Это много английского Но фуры Надо возить туда В Польшу Туда И вдруг Вся область Берет Это самое Как пример Все школы Начали Начали от чего-то В форме Ребята ходят Абитуриентами Высокого качества Ну хотя бы Чтобы люди Знали физику На уровне Физику математики На уровне Школы Тех Которых Мы имеем Это недостаточно То есть Мы здесь Проиграем Значит Надо создать На фоне Некоторые школы В провинции Профессиональные школы Которые бы Специально готовили По Физике Математике Но для этого Нужны кадры То есть Дело в том Что учителей нет Которые могут Вот это Вот например Даже Чтобы проверить ЕГЭ Уровня С По физике Надо специально Готовить учителей Вот сейчас В Росковской области Даже там Есть академия Вы посылали Своих преподавателей Чтобы у них Даже эта проблема То есть Уровень А Компьютер там Посмотрит Посчитает А вот А задача С Там уже задача Как ее проверять Уже эта проблема Есть А готовить Никогда не было У нас Даже в советское время Во многих школах Хороших учителей Физики То же самое Обама пишет То есть Все проблемы Которые пишет Обама Но он Какую Задачу поставил Он Правда Повторил то Что предыдущий Буш Уже в конце Стал говорить Что Национальный Приоритет Америки Это математика Естественной науки И грамотность Нужно добиться Того Чтобы выпускники Вот Латиноамериканских И бедных Вот этих Темнокожих Школ Смогли работать Вполне Так сказать На равных В фирмах Типа Google Это вот Я цитирую Оба Ставят Иноча Экономику Соединенных Штатов Неподли Это фразы Он писал Когда он был В лице Сенатором Он был Книжка 2006 года Ее перевели Все европейские Страны Россия перевела Только тогда Когда он стал Президентом Это можно Прочитать Вот В журнале Потенциалы Вот в этой Книжечке Где собрано То есть На самом деле Вопрос Школа знаний Или школа Компетенции Это вопрос Ответ Где-то Находится Посередке Но слишком В стороне Как Некоторые шутят То есть Он не имеет Отношения К ситуации Он надуманный Как когда-то Никита Сергеевич Крущев говорил Подбросили мне Дохлую кошку То есть Это вот Дохлая кошка На самом деле Всегда Надо быть Должна быть Какая-то Гармония Между знанием И практикой Нельзя Нельзя шарахаться Вот таким Школа знаний Или школа компетенции Школьнику Компетенции Каких-то Мало Да и знаний Ты мало Можешь Дать Вот это Разумное Сочетание Разумная Ориентация Одно Главное Чтобы Жизнь Жизнь в школе Была достойна Будущего Нашей страны Потому что Как живет Школа Какая там Атмосфера Такова будет Наша страна Поэтому Подумала Что значит Курить Пить Применять Наркотики Вот это Нормально Что она Понимает Атмосфера Какая в школе Вот она там Должна быть Нравственная Культурная Такая Должна быть Там Там Рождается Будущая страны Уже Вуз наш Тоже Вот он Тоже Фактически Кто-то Мне сказал Что Главное Фестерри Именно Среда Который Попадает Именно Среда Вот все Вы Все Преподавательское Сообщество Они создают Некую среду Некого И вот это Влияет Они По существу Не Не часы Там И вот Это Вся Атмосфера Которая У нас Существует Вот у нас Например Я просто Убежден Что у нас Нет Коррупции Вот такая Как существует Должна Я Убежден Что у нас В институте Вот К двоечнику Неуважительное Отношение Если Возьмите Другой Вуз То двоечник Это Всегда Хороший Человек Он Душа Компании Во-первых На гитаре Играет Там Еще Чем Вот Дел В физтехе Такой человек Вот Ну я не знаю Может я Уже Отстал От жизни Но у меня Такое ощущение Нет Двожник Чувствует Неуютно В физтехе И пока Это будет В физтехе Будет Потому что Ну Все там Как-то Филонят Все как-то Ну Такого Наглого Какого-нибудь Что Вот он Это самое Процветал Его тут Терпели Там У нас Таких Нет Я так Думаю Это вы меня лучше Я лучше меня знаете Ну вот Уже Михаил Алексеевич Роживает Я так понимаю Что пора Заканчиваться Правильно я говорю? Нет Неправильно Ну вот Я могу Закончить Отвечать на вопросы Потому что это Даже легче Это уже На самом деле Этот разговор Бесконечный Бесконечный Потому что Он нас задевает Бесконечный И его И вопрос Сейчас Состоит В чем? Что Физтехс На самом деле Превращается В некий Новый Вуз Нового Типа А какого Типа? Это вот Вот сейчас Вот через То есть Мы должны Вот из этой Шеленги Где мы сейчас Стоим Выйти Мы должны Сделать Хотя бы Шаг вперед А на чем? На чем? На каких Вечерах? Я считаю Что главное Что у нас есть Это Востребованность Государства То есть Мы все Мы все время Вот наша Как бы миссия Если вы посмотрите На нашу историю Я ее Не рассказывал То что нам всегда Приходилось Доказывать Доказывать Что мы не верблюды Что мы нужны Причем все Все Вот я Был в гостях На приеме Министр Ягодина С Алексеем Алексеевичем Абрикосовым Он только Стал Министром Образования СССР Мы пришли К нему От совета По физике Научо-метическое По физике И уговорить О физике В стране Ну Алексей Алексеевич Он У нас Не преподавал Ну Сделали Кафедру В инсутистале Кафедру Теории Твердого тела Такой Такой физику А я Как представитель Я тоже в это время Не работал На физике Но я там Ягодин как раз Рассказывал О физике Говорили что Вот смотрите Какая здесь А ягодин Долго работал В МАГАТЭ Есть такое Общество И поэтому Он как-то был Как-то он был Сориентирован Как Что физика Не нужна В школах Он представлял Он представлял Химиков Технологический институт Он был долго Лектором Ну Причем Это сложилось Он тогда Вот ввел Понятие Лекции должны быть Как это называлось Проблемными лекциями То есть надо Вот лекции Сделать проблемными Только Все на семинарах Такая была волна В общем Мы хотели поговорить Он нас начал встречу В субботу Поэтому Как бы слушал Там нас долго То есть Да Ну А потом Такую фразу бросил На что вас вести Вообще Набираете Сумасшедших Ну есть Вы хоть подготовили Одного Министра Или кому-нибудь Пойково-политического Деятеля Вот Покажи Вот 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 Какое было Отношение Министр Пришел Значит Уже у него было Вот Отношение Офистеху Значит Ему надо было А я-то Не зачищал Офистеху В другом Другом месте Например МГУ МГУ Значит У нас Николай Васильевич Карлов Здесь возглавлял Ректором А я Совсем С другой стороны В МГУ Отбивался От чего Вводили вот эти Новые направления Подготовки Раньше же их не было Так У нас направления Как сейчас Называются Прикладные Математика И физика Прикладные Откуда Родилось Это название У нас Спектр Специальностей По которым Готовил Физик Превышает Сотни Причем Каждый Почтовый Ящик Писал Там Свою Специальность Электроника Свою Чек То есть Все были Затекречены Специальности И вот Та Которая Выходила В открытую Печать Она была Простая Так же Как Институт Курчатник Назывался Как вы Думаете Лаборатория Измерителей Измерителей Приборов ЛИПАН Открытое Название А там Делали Бомбу ИТФ Который Мы сейчас Называем Он назывался Как Он назывался Теплотехнической Лабораторией Лаборатория 2 То есть Это было Как бы Засекречено Поэтому Весь Весь Всех Засекретили Это название И Написали Прикладная Математика И Физика И вот МГУ Весь Весла На Меня Что У вас Должна Быть Прикладная Физика А физика Только у нас Мы Классический Университет И они Добились Чтобы мы Написали Прикладные То есть Была написана Прикладная Математика Но физика И поэтому Наши Фундаментальные Институты Они Как бы Нелегитимы Потому что У нас Прикладная Физика А не Фундаментальные Вот Это Все время Все время Была такая Собывается Что Физика Как Вот Эта Самая Болячка Что Талант Как Раневская Говорила Что Талант Как Бороданка Он Или Есть Или И Он Как Бороданка Он Есть И Никуда Так Талант И Вот Мое Мнение Что Время Вроде бы Тяжелое Но Оно И Хорошее Оно Какие-то Возможности Вроде бы Дает Вот Единственное В чем Я Ну как Боюсь 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 Вот Вот Здесь Фестер Должен Навести Максимальное Такое Преобразование И Я Верю В то Что Фестер Будет Жить Долго И Как Национальное Достояние Мы Его Сохраним И Приумножим То есть Его Слава Будет Так Расти Вот Я на этом Закончу Готов Ответить На вопрос Спасибо Покровище Покровьще Пожалуйста Вы сказали, что сегодня угроза такая, как в 1946 году. Я бы хотел узнать, что в 1946 году это понятно, угроза откуда, это из Запада. Но сегодня угроза откуда? Из Запада? Из олигархов? Или от людей, которые хотят стать олигархом? Нет, на самом деле угроза идет из Запада. Из Востока тоже висит угроза. Потому что мир очень сложный. На самом деле, чтобы вы понимали, как считается среди экспертов международного класса, что нефти хватит примерно на 20 лет. Значит, нужно захватить, по крайней мере, все ресурсы, которые есть в мире. Тот, кто будет владеть этими ресурсами, они у нас сосредоточены где? Как раз Афганистан, Саудовская Аравия, Средняя Азия наша, Иран. Значит, заметьте, что весь театр, театр вот таких вот действий дипломатических и военных там. Там не затухает, не затухает война. Все время идет вот... Мы всегда представляли большую... Мы самая большая страна. От нас отцепили очень много, но ведь по-прежнему мы самая большая страна. И самая незаселенная там особенно. И богатая природными ресурсами. И это было и всегда было, во все времена. Начиная с Первой мировой войны. Это очень длинная история. То есть на самом деле речь идет вот об этих ресурсах. И все остальное вокруг этого. Энергетическая проблема нас касается, касается. А дегативные источники мы должны заниматься, заниматься. Мы должны заниматься. Вот заметьте, вот... Актуальным является модернизация сейчас объявленная государство. Но по большому счету ведь ничего не делается. Нет, уже опять инновация. Инновация, да. Но заметьте, вот трубы, которые там занимается Путин, трубопровод, это как раз в сфере вот этой борьбы идет. Конечно, там будут дикие помехи. То есть это для нас очень важно. То есть мы как раз участвуем с этими... Потому что нефть, которой ты обладаешь, она цены не имеет. Без средств транспортировки. Значит, то есть мы играем там. Играем там. У нас есть ядерное оружие. Ядерное оружие. Если его не будет, с нами разговаривать так не будут. Другие методы будут в работе. Значит, сейчас... Заметьте, что там у нас сейчас порт. Кто уступит, там играет. То, что происходит в Украине, то же самое. Там тоже игра. Мы вам... Украина уйдет там из НАТО. Зато вот вы нам там СНВ, эти самые договоры там утвердите. Идет... Мы это всего не знаем. Идет, естественно, такая сложная игра. Сложная игра, цель которой, конечно... У американцев простая цель. Нас разоружить. И устроить в свою систему. В свою систему глобальную. Мы там ничего не стоим. Потому что ты с нашей экономикой... Ты можешь только вот туда деньги переводить. В эту глобальную финансовую систему устраиваться. Можешь вот так. Конечно, вот тут мы на крючке висли. Если бы меня спросить, что надо делать? Вот с кризисом. Что надо делать? Заводы строить, дороги строить. А как ты будешь строить? Деньги туда уходят. Значит, надо деньги свои делать, другие. То есть, ты возвращаешься к старому. Тебе никто и не даст делать. Если попытаешься сделать новые бумаги. Внутри рассчитываться. То тебя быстро уберут. Я вот в этом уверен. Так же, как с Абамой там уже разговаривают. Уже сейчас обсуждается, что он вроде бы неизвестно, где он родился. Потому что беременная его мама, она была в это время там в длине. Или она уже сюда приехала. Как только он начинает сильно там куда-то уходить. Ему напоминают, что еще можно тут разыграть. Что ты еще не имеешь права быть президентом. Потому что ты родился на территории. Это игра. То есть, там тоже самое. То есть, тоже ведут. То есть, миром правит. И вот, где-то финансовая монополия некая. Потому что, если доллар ничем не обеспечен, а он, так сказать. Вот представьте, что это самое. Я печатаю деньги. А ты продаешь тут. Повышает цену. А я напечатаю больше. Это же неправильно, когда в одной стране печатают деньги. Правильно. Но так сложилась экономика. Это ее акателит. Что это через многие поколения проходит. Поколение проживет в этой системе. А она дальше. Потом люди поймут дальше. Поэтому разговоры идут, а надо думать в зону другой валюты. И так далее, и так далее. Поэтому вот наши профессионалы должны быть и в этом специалисты высокого класса. Должны знать, как обвалить валюту другой страны. Все это должны быть. А где ты возьмешь эти интеллектуалы? Они же надо готовить. Кто-то должен соображать, где угроза, как ее предупредить. Мое такое мышление. Просто вот как еще по-другому. Поэтому, конечно, он мне скажет. Ну, ты вот финансист, зачем мне физика? Ну, физика, физика это культура моделирования. Это тыс. Вот как на нее смотреть? То есть она всем нужна, как общее образование. Не зря же все было. Это наиболее развитая наука. Физика. Из всех естественных наук. По уровню ее развития, по уровню использования математики. То есть математика, язык физики. Поэтому это все науки должны быть построены по этому образцу. Других нет таких. Значит, и тут проблема такая. Поэтому вот я считаю, что мы должны готовить вот такого специалиста. Более широкого. Ну, как вот Виталий Анатольевич Багалев, ты должен в одной деле быть профессионалом высокого класса. А вот широким, в широком спектре. И генерал Петров мне говорит. Вот я говорю, что я хорошо знаю. Только авиамоторгами. Авиамоторг. Вот я вот это знаю. Что остальное я не знаю. Сталин его там назначал разбирать все аварии авиационных. Поэтому человек должен что-то одно знать. Все об одном. И немного обо всем. То есть должен быть такой широкий степень. И физтех, собственно, ну я так думаю, что образец для физтеха, он и раньше строился. Это Массачусет, технологический. Он и называется технологический. Потому что у них техника тоже в это слово технология попадает. Вся техника тоже технология. Но у них тоже есть термин. Там политтехнологии, там выбор технологий. Все-таки технологии, чего-то там делается. Какие-то логики, какая-то математика, какая-то культура моделирования. И все это все. Вот такой мир сейчас. Такой мир. Поэтому с одной стороны вроде бы у нас, ну вот как бы, другая была жизнь, кажется. Но на самом деле мне тогда так кажется, что вот мне лошалка. А потом думаю, чего, а почему? Наоборот, я вас завидую, наверное. Можно же и в эти годы быть успешным, сделать чего-то. Достойное. Ну, по крайней мере, мы как бы считаем, что физтех дает хорошее образование. Ну, тут тоже мне многие возражают. Не так, мол, там у него лучше, там еще чего-то. Вот по математике, мол, там лучше готовят. Ну и так далее. Но физтех, мы его учим, как учиться. Потому что вот научить просто всему нельзя. А вот как вот подходить, вот как учиться. Вот этому, я считаю, это главное, чем мы его учим. Вот же как вот. И вот чем как бы силен любой выпускник? Он, во-первых, не боится никаких задач. Любых. Причем, даже берется за то, что он в деле вообще ничего не понимает. Он берется. Потому что он знает, что я разберусь. У нас есть физтехи и банкиры, и я не знаю, и правительство были, и все. Дело только не было. Потому что вот это первое, что вот вас задача решает. Если он не ставит задачи, еще сложнее решать, когда поставили это полдела, самому поставить задачу. Это только физтех можно. Ну, тут можно, конечно, хвалиться долго. Надо уважать всех вузов. Выпускников всех вузов. Всех есть кто-то достойный. И всем студентам говорят, что мы особенные и так далее, у нас особая задача. Но важно презво посмотреть на себя иногда. Вот это важно. Вот, по-моему, сейчас я сказал такой вопрос. Какой еще вопрос? Еще вопрос. Вопрос, пожалуйста. Как вы считаете, какова роль гуманитарного образования в России? Какая должна и какая есть? Какой вопрос? Ответь на ум. Ну, по сравнению с тем, что у нас было, вы же марксист не изучаете. Маркса не конспектируете. Поэтому много положительного. Ну, физтех нуждается в таком образовании. Это ему большой-большой недостаток. Но у нас, как правило, ребята очень развитые поступают. И поэтому, как бы, вот, сильно не видишь, вот, как бы, вот этого недостатка, как правило. Но, когда беседуешь, начинаешь понимать, что он мало что читал, он никогда не задумывался. Поэтому, ну, например, вот, ни математика, ни физика, они не могут существовать автономно. Они не могут. Они обязательно погружаются в метаматематика, то есть теорию доказательств, философия, а также в метафизика. То есть, вы держите теорему Гёделя о незамутности вообще, там, математики, то есть, ты не можешь. Не можешь, вот, построить теорию, чтобы она не выходила за пределы того, что ты рассматриваешь. Поэтому ты обязательно выходишь в философию. Потому что философия для физика также необходима, как ВОЗ. Если он не может, не понимает, вот, места физики, каких-то философий. А в жизни, конечно, в жизни тут сейчас очень много вопросов. Ну, какой основной вопрос философии? Я вот, мы наш, как учили, основной вопрос в философии, что первичное, что вторичное. Первичная материя. А на самом деле, основной вопрос, как я потом уже понял, что основной вопрос, это место человека в мире. А совсем недавно я прочитал, что есть такая вот, для моих дистанциалистов, вопрос главный о самоубийстве. Вот, вот, в некоторых же физике у нас, вот, кончают собой, что-то чудовищно. Но это же надо прийти к этому. А потому что, оказывается, есть, то есть, на самом деле, возникает вопрос, стоит ли жить? Вот, вот, это вот, другая крайность, видите? То есть, стоит ли жить? Вот, ну, ты смотришь на эту жизнь, стоит ли жить? Вот, я не знаю, вот, а есть еще религия сюда ходит, там можно туда вообще зайти далеко. Вот, я бы тут где-то ограничивал человека, потому что мы все-таки вот материалисты в каком-то смысле, больше, чем вот. Но, тем не менее, эти вопросы, вы же от них никуда не уйдете, вы же никуда не уйдете. Потому что вы сталкиваетесь в жизни с этими проблемами, видите, видите несправедливость, видите, там, разложение, видите аморальность всякую. Все равно у вас, вы придете, будете рассуждать. И потом, ясно, что это должно быть на высоком уровне. Вы знаете, вот так, те люди, которые у нас, у нас всегда были очень хорошие философы, тем более философы естествознания. Потому что была философия марксистская, потом называлась историческим материалистом, но там, в основном, демагогия была. Мастера демагогии. А те, которые занимались философией сознания, там, вот, Чугинов, там, вот, это были подающиеся люди. Подающиеся люди на уровне, там, западных философов. И на западе все, вот, все великие физики, они по большому счету и философы были. Там, Газенберг, и Борг. Вот, Ландау только не хотел его собственствовать, но, тем не менее, он тоже философ был. Был позитивист, по большому счету. Вот это все надо, ну, молодость, это все надо изучать. Вот, Чугинович, надо это заниматься. Ну, ну, какой-то же баланс должен быть. А и музыка нам нужна, нужна человеку. И это все. И физик, чем был, чем он замечательный. Вот у нас, вот, когда я учился, то у нас включали, в общем, в освежительном свете, 12 часов, по приказу генералов, чтобы должны спать. А мы жили вот здесь, в этом самом, в аудиторном корпусе. И там все, оставались только туалеты, там, умывальники. И внизу, в красный уголок, где собирался джаз, там, вот, 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 вот. Ты же можешь, ночью. Собирались там люди, все потом стали выдающимися, в чем разного класса. Там был спор, и по математике, и все. А мы, умывальники, у нас был джаз. Меня будили там, в этих 105-х, я был на первом курсе. Будили там, и, мол, там, бонжом, если. И говорят, ну, если не книгу. А мы же только ходили с фертенгольцем, в основном. Если бы они не выключали свет, то мы продолжали бы ночью заниматься. То есть все были такие, чухлые. А вот, вот, если ты, говорит, не будешь ходить играть, то будет одна голова останется, и будут возить одну голову твою. И это, помню, такой царапка. Вот они подцепились, вот. А генерал потом, генерал купил нам духовой оркестр. А этот духовой оркестр был, значит, вот там, в этом. В актанцале нынешней. У нас другого сала не было, только это. И там было вот это мы хранили. Играли мы там ночью, представляете, ночью приходили туда, и у нас играли. То есть это потребность бывает. Причем Леха Баташоу, Леха, он стал выдающимся писателем от жазни. Его даже в Америке признали. Вот он был организатором. Он, например, принадлежал той категории, которая называлась «стиляги». Вот у нас, значит, танцы, у нас, значит, девочки все жили только на пятом этаже. А вот там, ну, там он был, ну, на пятом этаже. То есть девочек было очень мало. А дискотека, как сейчас называют, там проходила вот это фойе перед датом-залом. И Леха Баташоу, Леха, у него называли Баташоу, писали на американский. Вот он стоял на табуретке, в таких брюках дудочка. Здесь у него кок такой. Закачаны рукава, и он играл на саксофоне. Там все обалдели. А Дима Кузьмичев, вот он такой, вот, недавно умер, проректором, он был консортом. Старше нас его с армией взяли, он был флот. Он говорил, он боролся со стилягию, ведь с комсомолом боролся. Он приходил к Лехе и говорил, Леха, откати рукава. У него так вот, конечно, это было модно, Леха, это была борьба. Ну, вот так вот мы, так вот мы, так из тех вот создавался. Я играл на трамбоне, так вот, в том оркестре. Так что вот так было. Анатолий Дмитриевич, я тоже скажу свое мнение, зачем могут быть нужны гуманитарные цифры. Дело в том, что основные предметы у нас, вот, физика, математика, информатика, это наука о том, что можно посчитать. А гуманитарные предметы, это науки о том, что посчитать пока что не удается, но надо высказать какие-то более-менее разумные соображения. И, в принципе, это навыки, которые могут быть очень полезны и для физиков. Вот не случайно было упомянуто, что многие крупные физики также являются крупными философами. Зачем это, физико? Затем, что если вы что-то считаете, то очень полезно заранее знать, что же вы именно рассчитываете получить, заранее угадать ответы. И в этом плане вот подобного рода философский навык может оказаться полезным. Ну и наоборот, что если у вас есть опыт работы с точным знанием, если бы вы научились угадывать то, что потом можете посчитать, то это дает вам по сравнению с философами, которые могут только рассуждать и махать руками, но никогда ничего, никакого объективного знания в руках не держат, дает вам существенное преимущество. Ну, это если еще не читать воспитательного момента в гуманитарных науках. Например, мне недавно попалась статья одного американского юриста, который описал, что основная задача гуманитарного образования – это показать студенту, что есть вещи более важные, чем деньги. Чем что? Чем деньги. И это было очень любопытно читать, с учетом того, что юрист американский, их статья была на тему о плюсах и минусах гуманитаризации в образовании. То, что у нас сейчас вводится без оглядов, и там это обсуждалось, и выводились какие-то плюсы, выявился тоже. Я добавлю мнение, что пошло в гуманитарных науках. Значит, дело вот в чем. Значит, гуманитарные науки в эти времена, Никто Днямитовича, да и мои тоже попозже, они давали некоторое мировоззрение. То есть там хорошее, плохое, но давали некоторую целостную картину мира. Ну, какие ключевые понятия, геополитика, империализм, прибавочная стоимость. Вот сейчас, насколько мне известно, гуманитарное образование представляется в некоторых калейдоскопах, то есть в некоторые отдельные такие пятнышки. Английская литература в 17-м году, киноискусство. То есть студент выходит без мировоззрения, выпускник. И один из наших дельцов крупных, он физтеховый, он похвалил физтеха за то, что физтех имеет огромные преимущества в коммерции перед другими, потому что он абсолютно аполитичен. То есть вы все равно на кого работаете. Это вот наш один крутой, такой богатый человек ищел, ну, ищел за достоинство. Вот. А на самом деле, по поводу гуманитарного курса, у вас имеется, гуманитарное образование, у вас имеются колоссальные возможности. Вот у вас имеется 40 предметов зачетных. Если вы будете с самого первого курса прослеживать связи между ними, допустим, физики с экономикой, математики с психологией, то вы сами можете синтезировать себе мировоззрение, как вот идет синтез ядерный или химический. Из этих предметов, если они расщепленные, это такая чрезвычайная, значит, на 40 направлений. Вот. А вы можете сами синтезировать. Причем синтезировать мировоззрение такое, которое, в принципе, проверяемо. Может быть, не сейчас, но потом. И тем самым защититься от философов и различных попов. То есть, проверка. Вы сами можете, то есть, я бы призвал физтехов к самостоятельному синтезу мировоззрения, к самостоятельному синтезу науки жизни побеждать. Из наших предметов. Это делать можно, этому надо учиться. Вот. Можем посоветовать что-то. Ну, и в качестве вопроса, Грутое Демидовичу, потому что выступаем надо один раз, значит, видите, вот физтех работал на военно-промышленный комплекс. Это понятно. Обеспечивая безопасность нашей страны. Но безопасность нашей страны – это всего лишь частная задача по отношению к главной задаче, которую струмулировал еще Михаил Васильевич Ломоносов. Главная задача – это сбережение и размножение русского народа. И вот за решение этой задачи ведется война в разных видах, горячая и холодная, на суше, на море, в воздухе, в космосе. Вот в этой войне мы потерпели страшнейшее поражение. Причем потерпели поражение не на суше, не на море, а потерпели поражение в умах. Нас ударили в слабое место. И как после этого поражения оправиться? Мысль идет примерно в такую сторону. Мы синтезируем, проиграем мы в пространстве мыслей. И мы здесь синтезируем мировоззрение, себе, сами, проверяемое, в нем уверенное, проверяем его. И дальше мы создаем здесь некоторые интеллектуальные войска. Войска в пространстве мыслей. И все вы уже гражданские офицеры. И в пространстве мыслей, в пространстве умов ведем войну. Организационно это смотрится за решение задачи Ломоносова. И организационно смотрится так, что мы здесь, вот, из тех очень слоненных синтезов культуральному, международному, 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 как говорит Антоний Деонидович. И мы, в принципе, можем совместить свойства классического и технического университета. Вот, знаете, таким экспертным центром, Стиверен Корпорейшн. И в условиях, когда мы можем не дождаться ни от государства, ни от богачей серьезной поддержки, организовать самовыживание. А поскольку большинство из нас выбрало Россию в качестве паримже, то необходимости, по необходимости, ради самовыживания, мы будем работать на России. Реальнее, Анатолий Деонидович. Спасибо. Я не понял, ПМЖ, что такое? ПМЖ, это постоянное место жительства. Потому что люди делятся на выборах России в качестве ПМЖ и в качестве операционного пространства. Анатолий Деонидович, а вы знаете, как это же происходит? Знаю. Без определенного места. Он говорит, он ПМЖ, это бомж, не знаю. Вот реально, вы что-то не более такой приближный человек. Придлижный мудрый. Придлижный к чему? Ну, да, да, да. Анатолий Деонидович. Ну, да, да. Нет, на самом деле вы как бы... Вот здесь главное, вот я вспоминаю Лардау, он как говорил, что жизнь коротка, чтобы обсуждать обосновательские задачи, надо получать результат. Ну, вот мы с вами живем, вот, вот столичка, да, вот родился, только в конце жизни чего-то начал понимать и ушел. И появилось новое поколение. И опять то же самое. Ничего не меняется в итоге. Поэтому вот, я тут понимаю, Лардау, ну, у него результат это... Вот как вот, когда ты выступаешь на семинаре, Лардау, там некоторые говорили, начинает историю вопроса, говоришь, вот это там, да. Он говорит, вот, ваша биография интересна только вашей жене. Пишите форум. Пиши сразу форум. Вот, поэтому, вот, я вот... Это одна сторона. Это как бы такая вот прагматичная, и она, в общем, правильная. И, конечно, сейчас вопросы в этой плоскости, главное, что делать конкретно, что надо смотреть дальше. Ну, ведь мы вот в этот период, когда мы живем, вот мы там вот проработали, мы на Фистике, сколько-то, и уйдем. И вот, что же останется, как это? Должен быть какой-то непрерывный след. И вот насчет... Это правильная постановка? Ну, это такой очень сложный вопрос, насколько я понимаю. Вот вопрос демографический, это правильный вопрос. То есть, действительно, мы здесь проиграли. Проиграли мы, вы называете там бумага, проиграли просто обыкновенной информационной войне. Мы здесь полностью проиграли. И сейчас еще проиграем. А эта информационная война, она еще дальше превратится во что? Сейчас телевизором, станет цифровым компьютером, и ты будешь уже, будешь частью этого компьютера. То есть, ты тот, кто будет владеть информацией, тот и будет хозяин мира. Он же мне будет давать не ту информацию, которая мне нужна, а которую он считает, что вот эта мне нужна. То есть, почему церковь так выступает там против ИНН, там всяких вот этих... Вот как только ты был... Вот только мобильник у тебя здесь, а он еще будет включен, ты уже управляемый человек. А значит, и наша страна вся выпадает. Вот как завоевывали раньше страну? Идеологически. Строили церкви, там, костелы. Потом потихонечку, там, вот их... А сейчас как завоевывать страну? Как аборигенов, там, игрушки бросали. А сейчас завоевывают просто, там, Макдональдс, Ашан. Наша молодежь приходит, балдеет. Смотри, при этой советской власти этого ничего не было. И как вот это? Он совсем уже сдвинулся. Вот этот Ашан можно прикрыть в одну секунду, никакого Ашана не будет. И будет карточная система. В один мир. Потому что 40% продукта мы покупаем. Это же... Это висит на крючке вот так же. Вот так. И так пошло далее, далее, далее. Вот у нас полно автомобилей. И все такое оброченное. А по большому счету нам надо было два автомобиля всего. Которые выпускало. А тем не менее мы уже попали вот в это пространство потребительское. Мы уже часть вот этого общества. И возникает потребность в интеллектуалах, которые могут это осмыслить. То есть выйти хотя бы на минутку из этого пространства и посмотреть, что. Один и тот же вопрос, который я говорю. Кто мы и зачем мы? То, что... То, что... Я не знаю, сколько нам... Ну вот надо просто смотреть, как это все происходит и наблюдать. Ну а мне вот... Я в школе выступал, мне говорят, ну а что делать? А что делать? Просто работай, как ты работал. У тебя вот есть... И тот ребенок, ты ему смотришь в глаза. Вот то, что ты можешь ему объяснить, объясни, поведи его туда. Вот то, что ты ничего не можешь делать. Вы каждый на своем месте. Вы понимаете вот это все. И главное, вот исчезло же вот это чувство единства нации. То есть получил такое какое-то атомистическое общество. Каждое за себя. Это все нормально с нами сделали. Нормально нас родили на атомы условного понимания. Поэтому пафосная речь состоит в том, что учить надо детей и молодежи думать своими мозгами. думать. И больше ничего мы не можем сделать. Вот мы лично вот так. Убеждать там, доказывать. То есть доказывать по существу очевидное. Вот что. То, что смешно. То, что смешно. Но как это... Есть такой анекдот. Я в одном из патентцелов написал про Павли. Павли читал лекцию с Керам. Писал, он формул это. Кто-то из зала... Писал, писал, пропустил выкладки и говорит. Это очевидно. Кто-то из зала... Он как-то эмбаркал по-немецки. Кто-то из зала говорит. Нет, это не очевидно. Павли задумался. Походил. Покурил. Потом говорит. Нет, это очевидно. И пошел. Вот, понимаете, вот то, что нам очевидно, многим не очевидно. И вот нужно доказывать. Вот я всю жизнь доказывал. Там работал председателем экспертного совета министерства. Там с министрами почти со всеми. Вот каждый доказывал. Что-то не так. Вот она. Ну, а на самом деле... Вот вопрос, основной вопрос, который я нашему Филиппову задавал. Не задавал. Я говорю, Владимир Михайлович, вы же отвечаете за образованность наций. Он вздрогнул и говорит, да вы что? Я сейчас, говорит, должен завести мазут в северные школы. А потому что зима наступает, там они замерзнут. Вот моя проблема. А кто же в стране за образованность наций, отвечаю. Странная ситуация. А ты бери Германию. А в Германии есть Ангела Меркель, которая премьер, посвященную канцлера. И есть президент, Колер. И есть еще председатель Рейхстага. Президент по статусу на третьем месте. То есть на первом месте, первое лицо государства, канцлера. Но за что президент отвечает? Он отвечает за идентичность нации. За то, что такое немец. Точнее, гражданин Германии. Ну, там и тонкий есть. Вот что он должен знать, уметь, и какой культурой владеет. Какой частью немецкой культуры. За идентичность. А кто у нас в стране за это отвечает? У нас наша палата, как Шовчинское общество называется. Совет промышленников и предпринимателей. Предприниматели, они создали там три стандарта профессиональных. Образователи. Образователи. Профессиональные. Один для индустрии питания, другой для менеджеров, и третий для IT-технологий. Для информационных технологий. И если вы посмотрите, то есть они решают, какие должны быть специалисты. То есть это работодатели. Там на самом деле нужны специалисты, которые будут осваивать технологии западные. То есть не создатели высоких технологий. Такие именно нужны. Поэтому, а где же тот, который заобразован? Слушай, образование по определению. От слова образ. Образ. Создаешь человека по образу и подобию Божьему. На украинском языке называется это освита. Божественным светом освящает. Поэтому, а кто так сейчас смотрит на образование? Чтобы патриарху это поручить, что ли? Усчезло бы это понятие. Было раньше министерство образования, потом просвещение. Сейчас все кучу объединили. Поэтому министру, он должен и наукой заниматься. И школами. Какая там образованность нации? О чем нужно? А германский президент тут выступает. Он третий человек в стране, а его слушает вся нация. Когда он говорит, что там у нас прокол, там общество аморальное, там вот чего-то сожгли, там он говорит о каких-то проблемах. То есть это по большому счету и есть образование. Мы вот этой проблемой вообще не касаемся. Мы говорим, что мы готовим на такие проблемы государственные. Но это же никто с нас не снимал, вот это вот образование личности. Мы всегда говорили, что мы там плохо воспитываем в вистеке, там у вас нету, там у людей. На самом деле так вистек воспитывается. Мы смотрим на своих учителей, вот это и есть образ учителя. Вот образ учителя нашего, вот он и есть наш, мы вот стараемся по другому методу. Потому что, как правило, если человек выдающийся, то он и не мерзавец. Хотя это, как говорил Геннсбург, не коммутирует. Бывают очень талантливые люди, но подлецы крупные. Ну, проходимцы. Но, тем не менее, он тоже воспитает. Вот вопрос. Сейчас, значит, микровопросик об этом слое детство. Вот какой? Просто его умянули еще демографиками. Значит, мы в ней потерпели страшнейшее поражение. Вот я еще лет 18 назад призывал фистехов организовать бедрождение. Они, в общем-то, плохо угняли этому делу. Я предпочитал, что фистеха оставят и без абитуриентов. То есть, чтобы были абитуриенты, то есть дети. А в тех пор, это стало еще хуже. Потому что девушки пошли в зрелище, в танцы, в физику. И, значит, что можете посоветовать нам для решения задачи Ломоносова? Часть раздражения. Что я могу? Это же стандартная приемная. Я часто выступаю перед выпускниками. Ну, перед всеми выпускниками. Там стандартная процедура. И там обычно, когда я говорю слова, вот и все, что было, значит, как там проявился отец. Для кого-то просто летная погода, для кого-то провода любви. В это время обязательно всхрипывают маленькие ребенки. Обязательно кто-то приносит маленького. Поэтому вы не правы. Я не прав? Я не прав, что у нас тоже рождаются здесь дети. Ну, вы же, вот, при всех нам технологиях, и просто егер-технологиях, нас просто не вырвали. И все. Это все правильно. И причем мы убываем, конечно, со страшной силой. А вот как вы как-то заболевали? Да. С точки зрения физики, как организовать его процесс? Нет, это просто. Это вот не надо организовать. Сочетание физики это социальные проблемы. Ну, просто облегчить воспитание детей. Вот в чем проблема. Беденка сейчас растить очень тяжело. Студент, студент. Вот один тянет давно, он первый. Он тут сначала повышен. Да вот вы даете слово. Вон там. Вон там, вверху первый. А он просто обмаловывается. Ну, как хотите. Пожалуйста, Павел. Громче только. Ну, во-первых, по поводу демографии, если бы я не построил для этого системы, мы с четвертым сутоком. Мы ходили вдоль канала пешком туда, в свою очередь, туда. Долкуль. Почему он тяжелый? Не ездить. В электричках всегда пахнет. Адрес сказать? Пешком вот вдоль канала. Ну, понятно, теперь есть серьезный вопрос. Вы говорили о определении нас, именно кто мы. Как мне кажется, во-первых, в инвестихе учатся и работают люди, которым в этом мире что-то интересное. И в инвестихе они именно интересно ходят и как-то им занимаются. И, как правило, они делают это хорошо, потому что очень много выпускников добились хороших результатов. Соответственно, почему бы это не могло бы служить аргументом именно? Аргументом для кого? Ну, перед кем? Для нас защищается. Нет, дело в том, что в ВУЗах, вот вопрос здесь стоит в чем? Что вот, вот смотрите, если 30 ВУЗов всего могут финансироваться каким-то приемлемым способом, то что делать остальные ВУЗовам? Значит, какая проблема? Это значит, ВУЗы будут потихоньку пропадать, денег нет. Значит, будет плата и обучение. И так далее, и так далее. Значит, надо увольнять преподавателей. Это социальное волнение. Это проблема сложная. Это сложная, поэтому это будет делать потихоньку. Аргументы просто, что там будет интересно. Ну, как бы интересно, ну, как бы интересно было бы, интересно на том, где я пишу. Вот если я просто как бы ищу, ищу вот то самое уникальное, что есть у нас. Я считаю, что опыт ВУЗ-тех действительно уникальный. Я пытаюсь их повторить, но невозможно повторить. Невозможно создать еще одно Академию Нового. Невозможно еще создать один пояс почтовых ящиков. Это было в одном экземпляре. И это пошло... Попытки есть у многих базами. Да даже Бауманский институт, он вот, сколько, много лет существует, он решает. У него есть военный факультет. И снова... Вот, вот вы. Вот, но это создавался как институт нового типа совершенно. Новый, не отличный от других. С другой идеологией преподавания. А нас вот, в чем опасность? В том, что нас выстроили в эту ширину. А критерии теперь одинаковые. Что у МИФИ, что мне подвигают одни и те же критерии. Вот эти ваши все эмоции и мои эмоции, они не-не. Ну вот, ты сделай, вот, у тебя там столько-то работ, столько-то денег получил, столько-то книжек напечатал, столько... Вот, все, все пошло вот в этой стиле. И в этом мы... Тут мы... Ну, что мы были? Мы во многом проигрываем. Потому что, если нам наши научные работы считать только то, что долгопродан делается, то мы проиграем значисто. Потому что мы сильны, когда мы включаем большой фестерк. А большой фестерк нелегитимен. Потому что база, по большому счету, она подчиняется другому. Мы-то жили по законам советского государства, а там была только... Ну, вся эта уникальность была обусловлена только документом. Это постановление Совета Министров и ЦК. Другого не было. То есть, куда ни пойдешь, у нас преференции. У нас экзамен раньше, эти самые госэкзамены. Все у нас было особо. Это вызывало завистникам необычайно много. А поэтому врагов фестерк, что и хорошо... Еще больше студентов. Да, еще больше. Вы можете взять контракт с студентами и с аспирантами фестерка, чтобы после окончания фестерка они несколько лет работали в фестерке, и, скажем, если это невозможно, то остались в России. Потому что вот есть такие студенты и аспиранты, которые намерены после окончания фестерка и получения отличного образования в фестерке, пойти в Америку и там работать. Я думаю, что это будет против России. И так это и происходит. Мы же знаем, что это происходит, но у нас на самом деле существует диаспора фестерковская в мире. Она очень большая. И сейчас есть одна из идей как раз вот ту самую первую идею реализовать на уровне... То есть вот эти базы, которые мы как бы делали в Академии наук, делать там. Сейчас эта работа проходит на нашей кафедре. То есть там просто люди конкретные. Наши выпускники, он там профессор. Мы с ним делаем совместную работу. Нет, контракт, чтобы... Нет, контракт, чтобы... Это сейчас занимают. Сейчас как раз ректор много занимается вот этими проблемами. Она тоже... Она немножко меня смущает, но она... Она правильная. Она правильная потому что... А как развивать дальше? Нет, вот как студенты и астрологи думают. Они думают, что вот я бесплатно, или скажем, девушка получу отличное образование в фестерке, и вот пойду в Америку, и там работаю кучу денег. А это я думаю, что вот против государства России. Нет, ну сейчас многие возвращаются, понимают. Вот как ты понимаешь, когда приезжаешь, в первое время тебе кажется, что ты хорошо живешь. Потом ты начинаешь понимать, что ты гастармой там. Гражданство тебе не дают, ты все время должен менять. И ты начинаешь понимать. У нас даже вот лучшие там академики, которые уехали, тебя знают, Завашинского, они там хорошую зарплату получили. Он сравнивает себя с менее талантливым человеком, американцем, которому сразу предоставляют льготы. То есть несмотря на то, что он не это, он начинает чувствовать. Молодой человек, он еще может вернуться. А те, которые вот уехали первого века, на наши все вот, Галькова, Завашинский, вся эта ландоидская школа, там они работают, они уже с возрастом, ну, как хорошо живут, как они по нашим меркам советским, они хорошо живут, но я не думаю, что они испытывают, вот, чувство удовлетворения. А молодежь просто возвращается. У нас на Кафе, вот, вернулся он там, преподавал, Миша Саврова. Другому мы тут не могли дать живем, где-то тут тоже. Там поработал, понял все это, как это все бывает. Вот, и, то есть он не потерял квалификацию, по крайней мере. Но потом приехал, понимает, что ты в другой среде, ты не можешь там встать. Ну, не можешь раствориться. Тебя будут все равно смотреть, что ты вот там, тут. Вот очень важный вопрос ставится, что может сделать институт для трудоустройства своих выпускников по специальности, причем в России. И он сделал контракт, чтобы он не уехал... Ну, это, конечно, вопрос не уехал. Но этим занимаются. Этим занимаются, потому что это и там думают, там наши академики. Ну, видите, что в Фистех сверху очень хорошее отношение. Но это тоже создает огромное количество оппонентов, мягко говоря. То есть очень много нам там, ну, что Фистех, что он там сделал, то есть надо доказывать. Ну, мы доказываем все время там. И поэтому вот кто? Вот приехал Чубаш с командой у него. Вся команда выпускники Фистеха. Что тут еще доказывать? Казалось бы, да? Все ушли бы. Ну и так далее. Вот мы пока только так доказываем. То есть, ну, каких-то... Ну, я за... Ну, Нобелевского ряда нет пока, сейчас. Вот давайте, ребят. Это будет большая помощь. Мало ли, на взятку нам Нобел не доносит. И важно, важно вам... В общем, многие ребята там... И потом... Конечно, вот, наша наука просто нуждается в омоложении, по большому счету. А у нас молодых нет в науке. Они или уезжают, или уходят куда-то туда, там. Как бы в бизнес. Это далеко от бизнеса. Чего ты там делаешь? Ну, это вот таргение. Ну, страна-то понимает вот что-то. А как делать? Я расшуждаю, ну, как бы, вот стоя на этом месте, что мы можем сделать. Вот я еще говорю, что мы можем только вот изо дня в день доказывать вот очевидные вещи. Сначала на любых уровнях. Детям, взрослым, ученым, там, и так далее. Показывать вот свои работы, показывать вот... То есть мы должны делать лучше. Все лучше. Только так мы можем доказать. Ну, как еще? Ну, и надеяться на мудрость нашего руководства. Что он труднее, конечно. Или можно, если мы производим ненужный продукт, измерить профиль специальности. Такой, чтобы он находил применение в России. Конечно, конечно. А там не находил применение? Вопрос, что дешел. Нет, если мы не нужны государству, то без всех не нужен, по большому счету. Разводить еще один институт, там... А себе без тех нужен, как вы считаете? Себе, что вы считаете? Ну, без тех, без тех нужен вообще. Без тех, без тех, как... Это вообще, конечно, какой-то странный вопрос. Это... Это... Ты нужен себе? Нет? Вопрос. Да? Вопрос. Погромче. Громче. Вот вы говорите, на физтехе учат тому, как надо учиться. А вы уважены, как надо учиться? Так я всю жизнь доказываю, как надо учиться. Ну, как надо учиться? Вот мы говорим, есть же вот у нас лозунг, саперы ауде. Что такое саперы ауде? Дерзай знать. То есть, вот смотри в корень. Главное, думай своими мозгами. Докапайся до всего самостоятельно. Сомневайся. Вот это тоже входит туда. Вот. Будь генератором новых идей. Вот это все в саперы ауде. Хотя Кант еще переводил и по-другому. Что имей смелость знать. Имей смелость знать. То есть, что тебе не хотят дать это знание. Ты имей смелость знать. Это другой еще аспект. Что ты вот... Скрывают от тебя там. А ты и это должен знать. Я тоже пытался вам показать, что мы залезаем в ту область, в которую от нас скрывают. Вот эта область, которая нависла. Это фактически... Никто же вам не говорит. Президент что говорит? Что надо объединить пояса временные. Надо лампочки. А ему надо говорить о безопасности. Вот эти, которые я называл. Как он собирается, как Россия собирается выходить. То, что ему надо говорить, по большому счету. Поэтому я уже, как вам демонстрирую, как фестик, что я зарезаю по канту саперы ауды. То есть, то, что мне не положено знать. Мне говорят, что все сейчас надо с поясами и лампочку вести. Если я буду только этим заниматься, то я не фистеховец тогда. Вот это я называю, что значит работать самому. Значит, надо копаться, понять, читать, анализировать. Вот это есть фистех. Это то, что называется интеллектуалы. Вот страна нуждается так же, как и рабочих. Она нуждается в интеллектуалах. Любая цивилизованная страна. А если это она не понимает, значит, она уже катится. Она не цивилизованная. Если ей не нужны интеллектуалы. Они нужны. А в России вообще она всегда вот с этим славилась. Надо, чтобы интеллектуала была нужна страна. Потому что есть такие интеллектуалы, которым стране не нужны. Нет, ну это тот же самый вопрос и талантливый, и порядочный. Это как закон по Гензбургу. Это не коммутирует в общем случае. Не коммутирует. Это одновременно не бывает. Талантливый, порядочный. Но вот великие ученые, они как раз исключение. Они все вот, как правило, вот образ их вот. И у нас, и в нашей истории всегда были люди, которые... То есть разве раньше ученый работал за премию? Нобелевскую там или государственную там? Никогда этого не было. Это некий моральный принцип. Нобелев. Что я вот мне надо ордена без конца, без конца. Кому они нужны? Вот эти ордена по-большому. Кто-то, вы вспомните, наше психшоу наработал там. Ему надо было обязательно орден Андрея Первозванного. Понимаете? Вот вся жизнь. Тогда вообще ничего не получишь. Еще вопрос есть с второго ряда. Пожалуйста. Извините, я хочу вызвать такой вопрос. А в связи с чем было сокращено время на курс общей физики? И как вы считаете, не отразится ли на это на качестве знаний? Я надеюсь, что не отразится. А сокращено оно было по формальным принципам, потому что появились новые дисциплины. А время ограничено. На самом деле, мы ничего не потеряли. Лаборатория сохранена в полном объеме. Семинарские занятия в полном объеме. Мы потеряли только два часа лекции в одном семестре. Вот и все наши потери. Вот тут состоялась как бы моя ближайшая задача, и в этом состоит, чтобы составить такую программу, чтобы мы не чувствовали эту потерю. Потому что обычно граммин такой. Ну вот экономистам это не надо. Этим не надо. Поэтому такая сейчас, такой постулат, что преподавание должно быть двух уровней. Для всех и адванс, по высшему уровню. Вот физика сейчас вот создала пять семестров для всех факультетов. Независимо. А дополнительно шестой семестр может факультет выбрать. И вот задача состоит вот в том, чтобы создать вот этот шестой семестр. И здесь так составить. Поэтому если это разумно подходить, и действительно вот это реализуется, то тут ни потери, ни будут никаких потерь. А программа станет, ну я надеюсь так, но еще раз, в общем, надо просто довести. Ну и так же все предметы, так же математика должна быть там. Ну скажем, математика для Фукма чуть-чуть другая. Ну будет адванс. Вот математика для всех и продвинутая для Фукма. Ну что-то добавляют. Физика, там на ФОПе, там будет наоборот физики больше. Ну такая идея у ректора. И она вот сейчас, она сейчас вот внедряется. То есть тут, дурного тут слишком нет. Но если не наломать дров, вот так не наломать, во всем как бы есть. А ну Николай Николаевич как бы, вот он все изучает опыт MIT. И вот он сравнивает. И вот видит, что у них меньше нагрузки, и по-другому немножко. И так оно и есть. Ну вот когда я когда-то делал в международной конференции доклад, ну называлась «Физика в системе современного образования», такая конференция, там доклад мне назывался, назывался «О культуре моделирования». Физика как культура моделирования. И рассматривала пример, там два всего, математический маятик, по-моему, там еще там. Ну простой очень задача. И вот показывал, как мы вот физику как бы решаем вот этого главного. То есть мы ее формализуем, забываем, что вот есть идеализация. А идеализация мстит, она всегда выползает. Ну, например, вот я стою, вот у меня действует вес и сила тяжести. Но обычно мы считаем, что пол не деформирует, а сила реакции есть. Такого же не бывает. Вот такая идеализация. Абсолютно твердый пол и здесь сила реакции. Сила реакции не может возникнуть, если там не деформируется. Вот пример такого. Вот это главное. И ты это можешь попасть вот в ловушку, вот этой культуры нет. А потом ко мне подошел профессор Карнельского университета и говорит, вы очень сложно преподаете физику. Далья, а как же вы преподаете в Карнельском университете? Он рассказал, как вот механику они преподают. У них огромный, вот лаборатория механики. Это огромный такой зал типа аттракциона. И там дети, вот студенты садятся, ну как на Воденхайли, на такие тележки. Они ездят, сталкиваются, бросают вот такой вот шар, шар. Это они изучают закон сохранения импульса. Хочут, это у них урок. Урок, значит, лаборатория механики. В Карнельском университете. На первом курсе. Я говорю, а как же мы тогда шар там запускаем? Как же он такой механик и вот шар? А это, говорят, другие, это аспиранты, там, вот, в МАИТ, там, колтехи, аспиранты, они готовятся вот по-другому. То есть вот для вот таких вот, для всех. Вообще там половина из вестих. Да, да, да. Нет, поэтому шаттл же летает, летает. А если вы возьмете МАИТ, так у них там аспирантов больше, чем студентов, там другое. И колтех даже устроен. То есть у них вот идет бакалавра, это вот такая образование для нового хозяева. А потом, значит, у тебя идет вот уже вот, они вот некоторые уходят уже, а там аспирантура основная, чем она там долгая. А в аспирантуре они не только диссертацию делают, а слушают курсы, сдают. То есть немножко по-другому построены. И у нас на самом деле сейчас тоже аспиранта становится больше вроде. Но наш аспирант, он устраивается в аспирантуру, потом устраивается на работу где-то, зарабатывает, а диссертацию не делает. Потом наступает время, второй год, его отчисляют. Так он не портил проценты. Потому что считается, сколько там, сколько процентов защитилось. Вот идет такая вот халява такая идет. Самая до отдачи нет. А вот я читал лекцию в Берлинском универтехническом университете. Там вообще вот есть такой продукцион-центру. Это как он, значит, технологический центр. Такое сооружение колоссальное построил там профессор Шпур. Он как раз директор двух институтов. Один институт принадлежит фраунгоферскому обществу. Фраунгоферское общество у них это вот типа нашей академии наук, только по техническим наукам. Есть общество Макса Планка, это как наша академия. Есть общество фраунгофера, это прикладное. Так он одновременно, значит, директор этого института, одновременно он за кафедрой вот там по технологии машиностроения. У него там вот этот ферхалькун, это самое халя, то есть такой зал, где испытывают все машины современные. Там гибкое автоматизированное производство. Здесь все. Здесь работает. Там он собирает все фирмы западные. А все новшества там. Так у него, он аспирантов берет со всего мира и никого у себя не оставляет. А отправляет их с каким-то своим, с какой-то... Вот у него такая работа научная, диссертация, что она имеет приложение техническое. И он сразу едет куда-нибудь там в другую страну, и вот это изобретение часто осваивает. Там есть заводы соответствующие, там, с фольксвагеном, там, или сименцев по всему миру. И вот он туда посылает. Оттуда приезжает самый талантливый, вернадцатый всего мира. А у себя на кафедре он почти никого не останавливает, а не оставляет. Причем там какая ситуация? Вот если ты останешься до центра, у тебя вот такая зарплата. А если ты поедешь вот туда инженером, со своей вот этой диссертацией, то у тебя зарплата скачком в двадцать там раз с лишним. Поэтому ребята никто и не хочет оставить, он рвется туда. Этот образец существует уже давно, уже 30 лет назад там читали лекции вот в этом центре. Фактически это система фистета. То есть у него, это, они, Анн-институт по-немецки. Анн-институт это вот Анн, как бы, институт к институту. То есть наши базовые институты, это фактически вот эти франгоферские. У нас заведующий базовый кафедр, он фактически вот и директор. То есть по большому счету та же самая система, но только это все компактно. Наша база по всему миру, а у них там они компактны. Весь этот технический университет, который, гордость Гитлера была, все, собственно, все вооружение делали. Вот тебе пример того, что живет на самом деле там. И все новые там технологии машиностроения, они там рождаются. Все эти конференции, аспиранты, вот тебе пример. Например, как должна быть работать аспирантура. Тем более, физтеховская аспирантура, она же ориентирована на приложение, по большому счету, по самой своей задаче. Когда мы делаем просто фундаментальные работы какие-то, например, там пентаквар куда-то там засунули, то это подпольная работа по мунифисте. Это не по закону, потому что наша задача другая, даже в той стране была поставлена. Поэтому, а мы как бы, у нас еще есть вот это как бы, что мы не хуже университета классического. Я считаю, что это хорошо, потому что если у тебя такая фундаментальная наука на высоком уровне, то тогда есть у тебя больше возможностей и в технике что-то сделать, в технологии больше, чем у другого, любого. Вот и я вот как бы вам отвечал, что на самом деле есть примеры, которые работают, есть системы, но у нас вот, к сожалению, мы, конечно, должны рассуждать локально, вот о физтехе, о том, что вот здесь есть, как нам выжить, какие-то шаги сделать, это первое. Ну а что, ребят, вам основное, что надо? Надо учиться. Вот когда Гензбург тут выступал, как говорят, в Царство Небесное, он говорил так, что в физтеху надо что? Вот надо курс Ландау... Нет, ну сначала курс Севухиным, вот если вы учитесь Севухиным, а потом Ландау уничтожил. И все. Вот по физике вам больше ничего не надо. Просто, то есть, вот подход человек. То есть, вот это есть минимум, минимум того, что... Ну а там же, чтобы освоить... Вот это я говорю как бы о физиках. А чтобы это освоить, надо математику знать, на уровне, по крайней мере, таком, как Ландау, владел. Поэтому получается, что... Если же вы идете там в другую область, в область математического моделирования, там другая задача, но тоже есть какой-то, такой минимум, теорий минимум, который ты должен освоить. Вот это ваша задача. Все. Освоить этот минимум. В любой области есть теорий минимум. А дальше вперед, не тирая голову, думая своими мозгами, принимая решения самостоятельно, и слушать старых людей, хотя вроде кажется, что они в глупости говорят. Вы тоже так всегда считали. На самом деле, потом за 1-й число вспоминаешь, что действительно правильно говорил, предупреждал, и все равно... Все равно каждый свои шишки получает сам. Как бы я не предупреждал там всех вас, кто-то подстелить хотел бы соломку где-то... Это не удается ни своим детям, ни внукам, ни своим ученикам. Получается, что шишку ты получишь сам. Но все равно... Все равно опыт какой-то мы передаем. Какой-то опыт. И вот не потерять бы нам на физтехе вот эту такую... семью единомышленников, такого некого... культура общения некого такого... некое уважение к науке, к культуре, вот к этому... То есть не растеряться в этом мире там, не растеряться среди денег, там вот этих всяких игр современных. То есть вот не потерять вот себя. Вот когда ты вот приезжали в свое время, советское время из Америки, вот как-то на них смотрели... Вот он занимается наукой. Вот они все-таки... Вот все теоретики, которые приезжают, они какие-то другие, чем обычный венканец. Теперь я понимаю, что там тоже есть вот чокнутые, которые бизнесом не занимаются, занимаются там статсумами, там еще там все еще есть. Я помню, Каданов принесал такой. Все эти функции Грида считал, да. Мы так удивлялись. То есть у него вот... Еще есть вопросы? Я думаю, что много вопросов. Вам большое спасибо всем за вопрос. Давайте поблагодарим еще раз для кладчика. Спасибо. Я говорю ученикам, что шишки ты получишь сам. Но если ты слышишь в разный ток, то вспомни переданный ток. А это можешь ты не быть. Да-да-да-да. Журнал... 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 Субтитры создавал DimaTorzok